Всем привет зрители моего канала и подписчики. Сегодня мы будем с вами убирать лук двух сортов. Один я знаю, это Штутгард, я его высаживаю уже не первый раз. Второй я постоянно забываю, никак не запишу. Это белый, но тоже вкусно, но он жесткий. Уже его время убирать. Листва уже упало. Сейчас посмотрите все. Их будем сейчас вырывать, их на сушку выкладывать, на хранение убирать. Итак, ребятки, приступим к уборке лука. Хорошо лук вытягивается. Знаю, нельзя ни чеснок, ни лук вот этот отбивать вот так в землю. Пишите, вы знали об этом? Только на хранение тогда. Не на хранение, тогда на сушку уже. Тогда уже лишняя земля, все. То есть, видите, как уже посох здесь конкретно, вот, высушились стебли. Видите? Даже если зеленая, вот эта вот еще остается, все равно все убираю, складываю. Емкость и будем с вами на сушку выкладывать, поскольку потом может с телу пойти. В этом году не очень лук, поскольку была засуха. Этот лук был высажен весной. Тудгард название уже говорила. Не поливался. Конечно, это вот так вот выглядит. Не очень хорошо. Лучше бы, конечно, поливался. И тогда был бы совсем другой бы урожай. Ну, девчонки, то, что есть, так и есть. Вот этот белый, он значительно будет такой, знаете, он более салатный. Он такой твердоватый, не такой, как штудгард. По остроте, не скажу, что он сильно острый. Штудгард мне самым больше нравится. Видите, какая вина. Хорошо необходимо высушивать. Будем все убирать. Все убираем. Будем выкладывать махроление. Хорошо необходимо подсушить его. Лук неплохой, но в том году значительно будет лучше. Вот такой лук. К сожалению, нет у меня здесь весов. Можно было взвесить. Я больше люблю, когда лук не сильно большой. А то, что назвать, остается более средний такой. Ну, вот как этот. Такой где-то, чтобы весь был. Все, вот это убираю я сейчас, девчонки, так все. И потом выкладывать будем с вами. Там такая у меня как дощечка, то есть я на ней высушиваю вот этот весь лук. Сегодня такая у нас работка. Так, девчонки, сушить буду я его здесь, не на земле, а вот на такой деревянной основе. Если он там попадал, некоторым ничего страшного. Он весь на земле. Более ему недолго тут лежать. Вот так вот. Все. Вот так вот будет сушиться. Лук в этом году вообще, конечно. Ужасный. В том году, как видео свое посмотрела, это просто, это земля и небо называются. Для сравнения здесь даже сравнивать нечего. Там урожай был просто. Ну, то, что есть, то и имеем. Вот так все выглядит. Вот его повыкладывала. Ну, сколько, не знаю, пару деньков полежит, посохнет. Конечно, сказать расстроенно, ничего не сказать, ребят. В том году намного было лучше урожай. Но это вообще, можно сказать, вообще ничего абсолютно. В том году, я даже говорила, сколько я брала грамм. Там получается почти до килограмма 800. А сейчас в этом году по весу больше, а урожая намного меньше. Штутгарт вообще, вы видите, такой еще как бы более-менее средний, да. А вот белый выскочил, да. В том году был белый хуже. Но, ребят, ну, это же очень мало его. Ну, вот самый большой, вот такой. Сама урожайность, то есть вообще малюсенький такой. Засуха такая, палящее солнце, больше 50 градусов. Хотя он был посажен, высажен, ну, рано. Есть у меня на канале. И то, не знаю. Да что, не знаю. Надо было поливать, ребят. Урожайность просто. Тут вообще, я не знаю. В том году у меня 4, по-моему, сетки было. И в этом году это ужас. Не радует урожай. Ну, как будет. Все, ребят, высохнет. И вот эта пуль засыхает. Ничего пока не обрезаю. В этом году ничего не обрезаю. В том году уже почистила. Шов вообще. Практически на хранение вообще плохо лежал. Вот такая вот сегодня тема. И еще давайте красоту с вами посадим. Есть у меня такой цветок. Вот герань вот эта вот, которую я покупала. Помните? И я хотела еще докупить белого. Надо уже сухие вот эти будут посрезать. Цветоносики. Лучше срезать, да. Не обламывать. Солнце палящее. Ну, тут такое, знаете. Оно то зайдет, то выйдет. Не скажу, что постоянно оно. Надо именно обрезать. Сколько вот молодых, смотрите, тоже. И я хотела, ребят, прикупить себе белый. Сегодня, наконец-то, я его купила. Хочу высадить. Вот здесь, посередине, получается, на этом месте. Хочу высадить беленький вот этот. Он из простых такой, он не пышный. Давно гонялась я за ним. Вот так выглядит, девчонки. Простой. Но, тем не менее, красивый. Вот такой герань, калачи, как у вас называется, пишите. Делаем для него место определенное. И попытаюсь, девчонки, как сделать. Вот это у меня, это нарциссы или что-то еще. Как-то палочками нужно отгородить. Поскольку собачка на даче, она когда бежит, она не видит перед собой ничего, ребят. Земля просто как камень, девчонки. Их на зиму буду забирать. Никогда до этого я их не выращивала, ребят. На них вообще внимания не обращала. Но, когда появилась дача, мне они так понравились. Они такие цветы. У них красивенькие. Особенно их разновидностей тоже много есть. Я думаю себе, почему бы не высадить. Тем более, их можно замечательно убрать на зиму. И, пожалуйста, перезимовали у вас дома. А потом опять на улицу. Они вроде как неприхотливые. Сказала женщина, не сильно заливайте. Я у нее спрашивала. Он превосходно черенкуется. Я смотрела видео за него. Будем черенковать. Пусть немножко отрастает. Поскольку... Сейчас достаю отсюда. Так, не доставлю, ребят. Ножик я подниму сейчас. Девчонки, достала. Земля, я так думаю, обычная. Хотела с землей. Не очень получилось. Поскольку она очень затрамбованная такая. Даже пролила. А ей это вообще никак не доставалось. Я горшок разрезала и все. Чтобы меньше повредить его. Иначе бы вообще не достала. Обычная земля, видите. Да там купила у женщины. Торговала. Не думаю, чтобы она покупнула землю. Вот так разрезала. Так бы вообще не достала. Вот так вот. Теперь у меня и беленький будет. Сейчас какие-то надо поставить ограничители. От моего злодея собаки. Поскольку вообще невозможно, ребят. Если бежит, то вообще не видит перед собой. Вообще ничего. Где там? Кто там растет? Конечно, солнце пришмаливает его. Ну, в теньке у меня места нет для него. Я надеюсь, он будет здесь расти. Очень много их цветов. Разные. Сейчас еще, ребятки, тот секатором обрежем. Есть время. Как раз пообрезаю вот эти сухие у этого. Светоносики. Прямо здесь их оставлю. Хоть и поливаю его каждый день, девчонки. Все равно, вы видите, палящее солнце. Нет, нет. За счет цветает. Последний. Так же, ладно, срежу. Конечно, пришмаливает немножко цветы. А так вообще красивый. Мне он очень нравится. Делаем такую своего рода оградку ему. Не знаю, поможет ли это? Нет, тут такая земля. Не очень мягкая. Я хочу, чтобы цветок рос. Дождей вообще нет. Извиняюсь за посторонние шумы. Ну, вот так хотя бы, девчонки. Ну, может, все-таки не повредит. Не знаю. Вот так выглядят, девчонки. Все посажено. Надеюсь, будем наблюдать красоту. Надо еще три палочки точно принести и вот так вот загородочку какую-то сделать. Ребят, второе цветение ромашки. Красавица. Уже не такая, конечно. Майорчики. Смотрите, какие красивые. Ну, и все пока. Нечем больше порадовать. И вот эти колокольчики, которые в том году купила. Вот цветут. Это многолетние. Не знаю название, ребят. В том году только купила. Как-то так. И простенькие черно-брыбцы. Вот такие вот. Надо тут уже попалывать. Все, ребят, на этой нотке прощаюсь с вами. До следующих видео. Смотрите, челка сидит заснула, наверное. Всем хорошего настроения. До следующих видео. Всем пока-пока.